Давайте помолимся, споем крещенские тропа. Иду в виде голубини, известно в Вашей славе все утверждения, являйся, Христе Божий, и мир просвещай, слава Тебе. Отец наш Небесный, Господь и Бог, мы просим во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего, благослови это собрание и прими жертву благодарности, что столько лет Ты нас хранил здесь. Положи мысли добрые, возвышенные, небесные, посетив узников, томящихся за слово Твое, болящих, одиноких, покинутых, и веем светлый лик лица Твое в одни скорби, печали и бедности. Напомним нам об этих дивных днях изобилия, но мужчину сценить это мирное время. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Перед самым интересным для плоти продолжим немного духовное с Вами. Сегодня 22-я годовщина свершилась, становление нашей общины. Поэтому я хотел бы немного об этом поговорить. И хочу я начать местом Священного Писания. Потому что если бы не Слово Божье, если бы не любовь Христа к людям и не любовь ко Христу, к нашему милосердному Создателю и Спасителю, то не было бы нас сейчас тут с Вами единой такой братской, не повысило слово, потому что Христос об этом говорит, с семьей. 77-й Псалом. Давид говорит. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открой уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали отцы наши, рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему. Славу Господа и силу его и чудеса, которые он сотворил. Хочу остановиться на этих словах. Вот Господь сотворил одно из этих чудес. Но нам не посчастливилось прочитать слова в Новом Завете о том, как существовали общины, которые были создаваемы христианами в первые века. Ну, кое-что, конечно, сказано, но не сказано, как передавали они ту милость Божию, которая на них излилась. Как они занимались с детьми. Мы знаем, апостол Павел проповедовал везде. И этому он учил и Тимофей, и говорит, настой, проповедуй во время и не во время. Ну, мы можем только догадываться, какое было время, не время. Постоянные были войны, смятения различные тогда. Христиан гнали и будут их гнать долго еще, до 314 года, пока не пришел освободитель Константин Великий. То есть это было самое начало основания, как все было, не знаем. Но, священное писание, но состоит из двух динариев, которые гостиничнику оставил тот самарянин, Господь наш Иисус Христос, из Ветхого и Нового Завета. И вот Ветхий Завет нам очень хорошо, подробно, через уста Давида, через его любящее Господа сердце, он нам передает, как это было. А было так, что вот все, что Господь не сделал для людей, нужно было сохранить. И казалось бы, ну а как сохранить? Это же было так, что, ну представьте, идут они, жили нормально в Египте, ну там что-то такое было. Ну да, вопль достиг Господа, казалось, такое слабое что-то. Ну вопль, вопль, это же не копье доброшенное, это не деньги какие-то послали туда, выкуп на небо. Ну вопль всего лишь. И заметьте, как этот вопль быстро прошел, не успели первые трудности появиться для людей. Для нас с вами таких же воплоте и в крови. И вдруг сразу все, а нам бы вот огурцы, которые были в Египте. Огурцы, пропали у нас в холодильнике, надо было доесть. Ну да, вкусные, ну да, конечно, хорошо вспомнили. Потом лук, и потом репчатый лук нам. Не было этого в пустыне репчатого лука. Но почему же вы свой вопль-то не вспоминали в тот самый момент? Вы же от вопля Господь к вам обратился. Кровь Авеля воззвала. Он убитый, лежит уже, все, нету брата. Пораженный уже, труп. Как сказал, как говорит, сказали, хороший индейец, мертвый индейец, да? А тут лежит он, все тоже, его нету. Все, брат, препятствие устранено. Теперь, казалось бы, Бог должен излить милость на Каина. А нету ничего. И мы видим, его поражает эта болезнь, которая видна каждому, и все знают. Это Каин, который убил брата своего. А он хотел этого? Конечно, нет. Он думал своими силами, своими мыслями как-то все это придвинуть Бога к себе. Невозможно. Призывайте, говорит, Господа, когда он близко и когда далеко. А когда далеко? Да он никогда не далеко. Он далеко от вашего сердца. Он всегда близко к нам, Господь. Неужели мы не видим это? Конечно, мы это все увидели. Вы увидели через слова Давида, который нам говорит, «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, слава Господа». Вот род грядущий по нас идет. Да, нам сейчас тяжело. Нелегкое становление нашей общины. Сатана и Господь наш испытывает нас через то, что попускает ему такие испытания для нас пронести. Вы знаете, это испытание сейчас идет, это испытание, казалось бы, приятным, воссоединение. Вчера встречали человека из московской патриархии, не очень сведущего, но они все такие, но одного из самых грамотных. Олег там есть такой, у Никиты он там всегда. И он говорит, «Ну что, вы-то теперь с нами, отец Яким Лапкин-то, он же теперь воссоединился с московской патриархией, он теперь с патриархией». Да нет, не с патриархией. А как? Вы же соединились. Воссоединение. Воссоединение. Как много значит всего одно, одно, там, два, две буквы. Соединение. Воссоединение. Воссоединились это. А я же могу у вас причащаться. Надо причащаться там, где твоя родина. Где твоя родина духовная, скажи. Нету родины духовной. У нас с вами есть родина духовная, мы с вами счастливы. И среди нас есть и те, кто были в самом начале этого всего становления общины. И те, кто ближе здесь. Я бы хотел, чтобы сейчас закончить речь, потому что хотел бы послушать тех людей, которые были с самого начала, когда община начала существовать после развала этой коммунистической империи. Ну вот у нас один из старейших братьев, вот, брат Алексей. Можно сказать тебе что-нибудь об этом? У нас старейший Виктор Андреевич и сёстры есть еще, да, нету. Да, Виктор Андреевич, это обязательно вы спросите. Что я хотел сказать? Игнатий Тихонович, ну, пока он в резерве, он еще скажет свое слово. Я просто хотел к сёстрам и братьям обратиться, чтобы один момент подчеркнуть такой важный. Вот Игнатий Тихонович в стихотворениях своих, в проповедях часто звучит такая мысль, очень важная для нас, которую порой мы часто забываем про нее, что взгляд, взгляд свой собственный, как Писание говорит, вникая в себя и в учение, да, собственный взгляд должен вдруг выйти вне и посмотреть в себя со стороны. Вот в стихотворении Игнатий Тихонович это и есть. То есть как бы уже на той стороне, когда он умер, и оттуда он глядит сюда, на пройденный путь. Я вдруг резко так оборачиваюсь и вспоминаю времена. Вот я крещен был в девяносто, уже не помню, в девяносто третьем году, пришел в девяносто втором. Танюша у нас еще старший, они еще пришли раньше. Я к чему говорю? Вспоминаю просто был, когда батюшка только-только построил саманный домик, один был. И развалины были, тот храм, который сейчас есть, это был клуб развалины. И там выросло дерево, бузина. И служба проходила около стены, и на эту бузину ставили свечки. И фотография сохранила огромное количество братьев, сестер, которые были. Многих же нет, многие ушли. Очень интересны были моменты. Какой-то девяносто четвертый год, яркая весна, половодная реки. Мы ночью шли, а деревья потеряевка настолько темная была, что света можно было пощупать. Я еще говорил, вот, наверное, тьма была в Египте, подобная этой. И Игорь Муравлес нес батюшке одеяние. И он нес, все это очень так боялся, чтобы, не дай бог, скользко было. И вдруг он поскальзывается, а там глубокий такой, вода протекла, ров. И он опрокидывается. И он, чтобы как бы сохранить это одеяние, поднял вверх, а сам прям упал и весь покрылся водой в воду. Но сохранил, даже капли не попало. Он поднялся. Мы, так сказать, радовались, конечно, и смеялись на эту тему. Я к чему говорю? Прошло, ну сколько, уже 20 с лишним, 20 лет. Скольких потеряли. Кто-то ушел, кто-то остался. И вот задать себе один простой вопрос. Вот если сейчас, зная все то, что произошло с братьями, сестрами, со мной, все это вкупе оценить и сказать, вот Алексей, вот Господь коснулся сердца твоего. Пошел бы ты этой же дорогой? Я скажу, что без сомнения. Я бы пошел и сделал все то же самое. Конечно, было много ошибок, падений. И слава Богу, что Господь коснулся сердца через проповедников, через батюшку отца Аякина. Сколько их руки в нашей судьбе сыграли, сколько роли сыграло. Это, наверное, каждый может оценить. Я просто благодарен, глубоко-глубоко благодарен Богу, что Он все-таки нас коснулся и избрал. И вот это вот избраничество, оно и в Библии описано. Он говорит, каждый Господь предузнал своего человека. Самое главное, чтобы конец наш был тот, не начало блаженное, а конец, чтобы мы дошли до того царствия, о котором мы мечаем, о царстве Божием. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Ну вот, братья вспоминают, а ведь это все, что происходило тогда, сейчас это может выглядеть как чудо. Ведь кто мы были такие? Как говорит Давид, взял нас Господь из стенистого болота и поставил ноги наши, укрепил даже, утвердил их на каменистом месте, на камени. И не на просто на камни, а на камни исповедания его заповедей. У нас и есть такие братья тоже, с такой интересной профессией, как вот брат Севастьян. Тоже один из старейших у нас братьев. И он, я не знаю, с какого, 91-го, с самого начала, да ты? И он был очень молодой тогда еще. Ну а теперь он адвокат. Сейчас хотелось бы услышать уже его воспоминания. Немного кратко расскажу, тут Алексей уже вспоминал те первые дни, первые годы наши. Я пришел на занятия в 90-м году, Игнать Тихонович только начал вести занятия в Алтайском университете. Когда первый год, как он только начал вести занятия организовал тогда комитет комсомола. Помещение добился для него, именно в Алтайском помещении, в здании университета, то есть Алтайского государственного университета. Помню весну 91-го года, когда батюшка, он только познакомились мы с батюшкой после занятий. И у нас в тот день занятия не состоялись, там что-то с помещением было, поэтому мы на улице беседовали в мае 91-го года. Батюшка как раз вернулся из Германии, приехал, а мы встречались. Потом первые годы, как мы собирались, молились, либо когда батюшка не приезжал, молились в Покровском соборе, потом собирались, беседовали Игнать Тихоновича дома на Никитино, в доме, который сгорел. Когда батюшка приезжал, молились там, было время, что сначала немного было людей, все помещались, потом стало уже, община росла, стало более, ну, довольно тесно. Потом доходило до того, что приходилось даже уже договариваться, что по очереди батюшка приезжал, служил в пятницу вечером, в субботу утром, в субботу вечером, в воскресенье утром. Мы договаривались, что кто-то приходит утром, то есть в субботу на литургию, кто-то в воскресенье. То есть стремились на службу. Хочу призвать, чтобы и сейчас тоже ходили, а то получается, ну, в воскресенье сегодня вот скамейки заняты. А по субботам и в храме пусто, и скамейки пустые. И та весна, весна, Пасха в потерявке, про которую Алексей говорит, когда свечи стояли на музине, вот это в какой-то степени и простота, она тоже, как сказать, вроде как и сближает и приближает Богу. Когда пасхальная служба, а за окном буря как раз, ну, то есть снег начал идти, и ветер завывал, а у нас в храме довольно тепло и уютно, и мы встречаем Пасху, и то, что там бушует, такое впечатление, что все силы ада собрались, чтобы нас как-то огорчить наш праздник. Кратко мои воспоминания, в общем. Да, к сожалению, как Алексей говорит, ноги ушли, но всех нас Господь призвал каким-то образом, и именно призвал, 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 потом разумел через проповедь, привел в общину. Может быть, кто-то еще желает рассказать? Да. Вот несколько раз сейчас, несколько раз немножко, как бы, резюме такое сделаем, небольшую вставку. Несколько раз братья сейчас сказали о том, что кто-то ушел. Были братья, много было. Вчера Игнатий Ильич стоит, говорит, фотографии. И, говорит, изменения необыкновенные. На каждой фотографии кого-то уже здесь нету с нами. Кто-то умер, а кого-то кто-то, ну, ушел духовно. И Давид говорит нам так. Он поставил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному духом своим. То есть, все, кто исполняет заповеди Божии, кто показывает любовь к Богу, они все находятся в своих собраниях. Написано, братья, не оставляйте своих собраний. Что значит, не оставляйте своих собраний? Собралась порт-ячейка какая-то. Господь говорит нам о братьях и сестрах, в Боге живущих, во Христе, по Новому Завету, если сказать. Это братство называется. Мы не видим ни в Ветхом, ни в Новом Завете, чтобы Господь обращался еще к сестрам. Сестры, само собой, идут к братьям, приложениям. Почему так случилось? Об этом надо знать тоже Слово Божье. И для напоминания скажем, что не Адам согрешил, а Ева, прельстившись, впала в преступление. Приступила заповедь Божья первая Ева. Поэтому так получилось. Но, когда мы говорим о братстве, мы, конечно, вспоминаем наших дорогих сестер. И поэтому мы предоставляем Слово, прям как официально. Тетя Аллаховна. Алектина Пантелеевна Петеримова. Я, конечно, благодарна Господу. Еще когда не было общины, мы собирались и... Погромче. Чуть-чуть подумайте, если можно. И иногда собирались и молились именно о рождении вот этой общины. Мы, ну, взывали к Господу не столь уже и так ревностно. Но хотелось, конечно, хотелось вот такого братского единения, чтобы приходил человек и не был чужим, а становился вот своим и близким. Ну, Господь вот даровал. Я еще помню, когда мы вот на квартире первое собрались у Савалеев. Там несколько человек. И было такое решение, что и начинали молиться. Начинали молиться. И Господь даровал. Я благодарна Богу, что я приобрела всех вас, друзей, дети мои. И вот здесь я тоже благодарна. У меня здесь дети приобрели свою семью. Пусть Господь поможет и сохранит все добрые вот эти начинания. Естественно, что и сохранит нас, и еще более приумножит. Хотелось бы, чтобы дети, которые подрастают, чтобы они выросли для славы Божией. И они бы могли нас заменить. Мы уже, как много раз слышим, мы уже племя народ уходящий, достигший возраста определенного, чтобы Господь послал свои обильные благословения. И я благодарна вам за все. За все и всегда я чувствую поддержку и тепло ваше. И я вижу, что это семья. Спаси Христос. И вот Господь говорит, чтобы не были подобными отцам их роду упорному и мятежному. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе его. Забыли дела его и чудеса, которые он явил им. Он разделил море, провел их через него и поставил воды стеною. И дальше говорит, сердце их было неправо пред ним, и они не были верны завету его. Сколь многих, которых сейчас ушли от нас, они не верны завету его, эти люди. И самое непонятное для нас, для всех, я думаю, каждый скажет непонятное. Ну, понятное, но не хотелось бы, чтобы его понимать. Это дети, которые рядом с нами молились, которые слышали столько, и не слышали, а видели своих родителей, их вот это горение во Христе, их любовь к Богу, дела даже, которые были. Уж где в православии какие дела увидишь? Столько, сколько проповедовали у нас, наверное, за все время в православии столько не проповедовали. Я имею в виду проповедовали по слову Божьему, а не просто от себя тяну какую-то. И вот у нас есть один из наших братьев, который совсем недавно пришел, как раз через слово, которое братья распространяли, ну, и по городу, и везде. Это вот Владимир Пащенко. Хотелось бы услышать и слово брата, который недавно у нас здесь, чтобы он сказал. Поснимайте его, братья. Он у нас снимает на фильм. Это братья наши из Екатеринбурга. Двое сейчас там благовествуют. Владимир был с ними. И они к нам приезжали здесь, как бы даже на обучение. Там где-то семинары проводят по обучению, как проповедовать. А мы прям шли и проповедовали. И на месте все решалось очень быстро. Все понимали. Не надо было никого спрашивать, переспрашивать. А кто это такие? А вы откуда? Написано конкретно. Православные. Не смотрите. А вы кто? Ну так читайте, все написано. Люди невнимательны очень. Да и мы сами такие невнимательны. И бываем к милости Божьей. Поэтому нам нужно учиться просто на ошибках других. И это и есть мудрость. Основная с тем, которое очень, как говорится, у меня сердце болит, это благовестие. Через благовестие я пришел к Богу. Именно мне братья засвидетельствовали. Для себя я вывел такое, что благовестие, что это вообще для христианина значит? Чем оно является? Это дыхание жизни для рожденной свыше души. Что как мы дышим, вот так же и мы должны благовестием жить. День, ночь. В Писании сказано, вникай в закон совершенно день и ночь. Так же и благовестие. Ты должен размышлять, молиться об этом. Даже если ты духовно упал, даже если у тебя когда-то мертвая ночь появилась, тогда каждый себе может об этом сказать, как я себе говорю. Ты должен все равно об этом молиться. Господь услышит молитву. Я расскажу о себе, что я сам с Урала, жил в Екатеринбургской области. И когда я познакомился с братьями своими, Андрей Смирнягин и Володя Пищиков на Урале живущие, у меня так произошла встреча. Я пришел к Андрею, брату, на дом, и он говорит, мне как сказали, что к нему требуется на работу, в бригаду. Я пришел, задал два вопроса, говорю, брат, говорю, я, ой, не брат, вернее, а Андрей, говорю, я хочу, говорю, тебе на работу быть разнорабочим и покреститься. Он говорит, с крещением, не торопись. Все. И пригласил меня к себе на дом, потому что у них в то время не было священников в их селе, и они проводили благослужения, благословения нашего епископа Евтихия. И он их благословил там. Вот они проводили, как мы с вами проводили, так называемое апостольское. Вот, я пришел первое воскресенье, вместе с ними помолился, было занятие у них по Слову Божию, на занятиях побывал. Вот, они в первый раз вышли у нас в селе на благовестие, ходя из дома в дом. Просто стучатся в дом и спрашивают, человек выходит, он говорит, хочет ли услышать о Христе, о жизни вечной, о Царстве Небесном. Вот, если человек расположен, если он хочет слушать, то они ему свидетельствовали, при этом держа Слово Божие в руках, давали материал, Новый Завет. Вот, и первое воскресенье я отказался, потому что я не был готов. На второе воскресенье, я почему это привожу, что как, не имея даже знаний, но желания, очень горячее в сердце, человек может выйти на благовестие. И на второе воскресенье, братья меня опять призвали, говорит, может просто походишь с нами? Я согласился. Вот они ходили из дома в дом, свидетельствовали, а мы же в своем селе живем, там много их знают. Я просто ходил рядом и просто слушал, прислушивался, как к человеку подходят они, о чем говорят. О Библии я уже начинал читать в то время. Плюс, я еще, до этого был у свидетелей, в голове, там был синодальный перевод у меня в руках, 66 дней. И я изучал Библию, вникал в нее. Но потом Господь все это отнял, конечно, за мы. Потому что я ушел тогда от них. Вот. Я вышел, и после этого у меня одна из первых моих молитв было, что Господь дал мне дерзновение нести слово Божьим людям. Потому что я был очень стеснительный. Даже подойти к человеку, спросить у него время, я очень стеснялся. Какая-то внутренняя, какая-то преграда стояла. Открыть свои уста. А тут я целенаправленно молился об этом, что Господь услышал меня. И Господь услышал. Я уже потом, когда у меня произошло духовное рождение, именно что я в 2005 году, 15 августа, встал на колени перед Богом осознательно. Покаялся во всех своих грехах. И когда я встал с колен, я ощутил такую легкость в душе, что у меня как-то бремя какое-то спало. Очень это, кто это пережил и это осознает, что это такое. И вот, и после этого Господь давал такое дерзновение, свидетельствовать, где бы я ни находился, у меня одна была молитва, куда бы я иду, куда или я еду. Одна мысль, Господи, дай мне кому-то засвидетельствовать. Всегда были с собой новые заветы, какие-то материалы, там, Игнатия Ивановича, о крещении, о покаянии. Вот. И Господь давал именно по молитве. В сперах какие-то, вот, например, с человеком хочешь начать беседовать, какие-то сомнения, это, видно, сатана уже искушает, что да ты не сможешь, да что тебе свидетельствовать и так далее. А потом, когда начинаешь, молишься, Господь открывает и ты уже про это забываешь, что Господь настолько слышит молитву, что, но прежде этого, конечно, я готовился, молился, изучал Слово Божие, заучил стихи Писания, это обязательно. Не заучивая стихи Писания, ты ничего не сможешь потом сказать. Потому что для этого нужна подготовка всегда к этому. Вот. Я все это рассказываю, как это тоже на меня повлияло. И на благовестие. Если бы братьев не было, мне бы не засвидетельствовали, я бы тоже здесь в этом вообще не был. И потом с братьями уже, мы ходили по другим деревням, свидетельствовали о Христе. Вот потом они у меня сюда, поехали сюда вот, именно на Алтай, в деревню Потеряевку, меня с собой взяли, я тоже об этом молился, что сюда приехать. Я сюда приехал, встретил вот это общение, как перед крещением, сказал, почему, у меня спрашивали, вопрос такой перед крещением задали, почему ты именно решил здесь принять крещение? Я ответил, 1 Конферен, 14 глава, что когда к вам зайдет неверующий, или там это, и он увидев, что это вот это именно собрание святых, он будет всеми обличаемым, и что он пойдет, пойдет ниц, поконится, скажет, истина своим Богом. Вот это я когда увидел, я понял, что здесь, среди них святых Господь находится. Вот. И я сразу подал заявление на крещение. Два года я был в оглашенных, стоял, независимо от погоды, там у нас еще в церкви притвора не было, я стоял на улице, такой как бы, там притвор такой, ну не притвор, а из досок сделанный, мороз, и летом я стоял там. Молился, конечно, было холодно, но Господь укреплял. Я все к тому, побеждаю, что при молитве и желании Господь содействует именно в этом деле. Потом, будучи на крещении, перед крещением, я принял крещение, по милости Божией, Господь допустил меня, мне Игнатьев Иванович приложил остаться здесь, в Потеряевке, жить. Я, конечно, обрадовался очень, потому что, в такой, говорится, общине остаться, где живут святые, по западу, Божьему, мне очень было радостно. Хотя, конечно, и братья мои, я их там тоже очень ценил, но врали. Вот, я решил остаться. Так дела обстояли, что рассудили. Мы с батюшкой Игнать Иванович, наш староста деревни Потеряевка Игорь Барабаш, рассудили так, что мне одному жить будет трудновато. Надо быть, там, и землю обрабатывать и так далее, а нужна для этого какая-то поддержка. Вдруг я заболею, еще что-то. Они решили так, что лучше мне находиться в этой общине, Крестово-Движенской, городу Барнаула. И да, Игнать Иванович принял решение, чтобы меня взять по себе на квартиру, чтобы я у него жил. Вот именно, и потом я уже подал заявление именно в эту общину, Крестово-Движенскую, меня приняли. Я к чему это все рассказал, что и здесь я с братьями сразу же ушел на благовестие. Это любой может засвидетельствовать, потому что у меня всегда было желание и жажда людям рассказывать о Христе. Даже зная несколько мест в Писании, можно сказать людям. Первые одни стихом Писания, которые я заучил и выучил у себя дома от Евангелия Триана 3.16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородному, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это центральный стих Писания. Об этом Игнать Иванович нам не раз и говорил. Дальше что я скажу? Почему иногда человек охладевает именно по отношению к благовестию? Это я сам себя исследовал. Многие слышат, да и все наверное знают, что у меня было духовное падение. Я сбегал с потеряевки на Урал и обратно. Я потом самого себя исследовал. Дошло до того, что я перестал молиться на Урале, перестал читать Слово Божие. Падение было очень страшное. Но Господь явил свою милость и услышал молитву всех святых. Так же я сам об этом молился. Но я вам сразу скажу, что при своем духовном падении, когда я встречался с людьми, я все равно им говорил о Христе. Внутри, конечно, была мертвенность, не было этого духовного такого желания горячности Господу рассказывать о Христе. Но имение знания Господь подождем и говорит. Я это сравнил, как вот человек подает милостыню, человеку какую-то пищу, что-то еще, какие-то деньги дает. Я это сравнил с духовной милостыней. Что независимо от какого у тебя духовного состояния, состояние души ты должен людям говорить о Христе. И Господь, как говорится, призрел на эту милостыню духовную, именно и услышал молиться всех святых. Он мне опять даровал веру. Я начал изучать Слово Божие, подошел на исповедь, я очень долго священника отца Андрея. Принял тело и крови Христовой. После этого Господь укрепил меня. Опять открылась радость общения, желание появиться здесь, попросить прощения, что я сделал. Что меня побудил стих Писания, 5 глава 23 до 4 стих, что там сказано, что прежде, чем принести дар Богу, ты должен приди умириться с братом своим, который имеет что-то против тебя, именно что-то против меня. Эта мысль была положена, я приехал сюда, попросил прощения в первую очередь у батюшки нашего отца Акима, здесь, у кого я встретил на службе, потом приехал в потерявку, Игнать попросил личное прощение братья, наши фотографии ездим с братом Сергеем Пупковым обнимаемся, радостные такие, с братом Виктором, вот. И к чему я себя исследовал и пришел к выводу, а чего происходит все это? Господь говорит, Римлян 10 глава 10 стих, потому что сердцем верует праведности, а устами исповедка спасения. Почитаю также толкование на это. Сердце имеет нужду в устах, ибо что пользы веровать в душе и не исповедовать перед людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зависит от исповедания, ибо тогда вера сияет и многих пользует. Что если ты побуждаешь самого себя в благовестии Слово Божие, ты даешь пример другим братьям и сестрам, но если ты себя не побуждаешь, вроде как я недостойный, у меня какой-то грил запинающий, и тогда начинает сатана тебе навелить мысли, ты этим самым подаешься в область другим не проповедовать. Брат скажет, а он ничего себе, он какой духовный, а я че, кто я такой? Этим самым мы себя как бы унижаем, и благодать Духа Святого отходит от нас, потому что Дух Святой сошел, и проповедники пошли благорестовать о Христе, именно апостолы. Вот, исследуя самого себя, я пришел к тому же, от чего это происходит? От потери первой любви к Господу. Каждый, кто уверовал, зная свое духовное рождение, вспомните это духовное рождение, вспомните эту трепетную любовь, втолкование. Вот, на откровение 2 глава 4 стих говорится, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Это в Еферской церкви Господь говорит, что против епископа, но втолковании сказано, что относится к каждой этой душе, к каждой из нас, что ты оставил первую любовь. Почему это стало произошло, что ты не стал благовестным, не стал людям с жадностью свидетельствовать Христе. И в 5 стихе Господь если не покаешься. Вот этого надо бояться. Начало мудрости страх Господень. Бояться потерять веру, бояться потерять этой первой любви, которую Господь каждому из нас даровал. Встречи с Ним, день обращения нашего. Вот об этом надо молиться. Я сейчас себе молитву включил ежедневную именно о первой любви к Господу, чтобы Господь вернул мне это. И хочу, чтобы вы именно не только выслушали, а именно сами это приняли сердцем. И начиная с сегодняшнего дня, после наших сегодняшних занятий у нас будут или после трапезы, мы вышли все на благовестие. Господь укрепит вас и даст для разновения свидетельствовать о Христе. Аминь. Аминь. И Господь через пророка своего Давида продолжает 77 псалом 52 стих. И повел народ свой как овец и вел их как стадо пустынею. Вел их безопасно и они не страшились, а врагов их покрыло море и привел их в область святую свою на гору сию, которая стяжала десница его. Это церковь Христова. Полностью установленная по всем законам Господа нашего Иисуса Христа, что произошло в день Пятидесятницы. Сейчас дети прославят Господа и поблагодарят. Переснопение пускай стоит. Не трогайте ничего. Дайте стаканы давайте перестаньте сестры. Сестры успокойтесь. Спокойствие. Только спокойствие. Житейское море утишем. Так проходите. Все все чтобы всех видно было. подержите. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И Господь говорит так через пророка своего Давида ДимаTorzok ДимаTorzok Уважаемого наставника Игнатия Тихоновича Лапкина Игнатия Тихоновича ДимаTorzok 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 Я себе такие ситуации рисовал и понимал, что я не могу ни в одну ситуацию вписаться из этого. Там священника нет, повенчать некому. Молодой, жить надо, я погиб. Что делать? Проплыть до другого острова, искать другую эту земку. И что бы где ни было, далее я все сравнивал с оригиналом. Но оригинал в моем понятии был, что есть Бог, есть страшный суд, есть грех. Но когда Господь позволил мне первый раз вот этого 27 сентября открытия Уста, и там Еремею, Михаил и Анна, они из пятидесятников, вошедшие в Баптистскую, тогда всех бы создали они власти, сказали, а ты молись, что у тебя нужно тебе? Я подумал, что просят люди? Здоровья. У меня здоровье, я работаю на корабле, учусь на штурмана, служил в морфлоте. То есть лучшего здоровья у тебя свободно, прошел бы в группу космонавтов. Тем более на подводника проверяют так, что и космонавтов не проверяют. Давление там создают и барокамеры. У меня есть. Богатство, я в нем не нуждаюсь, у меня все есть. Просить не о чем. Но они уже сказали, что вот, они пятидесятники, открыли главу, вторую, Деяние апостолов, заговорильных язык, на иных языках. Вот Бог на том фундаменте строит. А я усиленно занимался языками. В это время я и занимался на семи языках. У меня не было таких товарищей, кто бы занимался. Вдруг во мне открылось это желание знать. Я приезжаю в новую страну совершенно, проходит неполных три месяца, я уже разговариваю с ними. Хоть на кафедру был. Как это может быть? Не знаю. И вдруг сразу, ни одного дня не учаясь, заговорили. Вот на это меня Бог поймал. Не может быть. И мне прямо сказали, ты не веришь в это, а другой не верит в другую главу. У нас одни корочки останутся от этого. И я понял, у меня нет веры. Вот это основание, что заложено, дальше будет в общину. Я об этом попрошу Бога. Дай мне верить, что вот эта книга, которую мне дали, она называется «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа», это от тебя. И там не надо ничего добавлять, там нельзя ничего убавлять. Это мне уже сказали. Это Бог сказал. Эти слова 50 лет. Видишь, как отметили нынче 50-летие, как я обратился. Это уж братья придумали так. У меня не было ни одной минуты в жизни, чтобы я жил вне того поля, которое Бог мне создал. Все истина. Но как сделать так, чтобы я был не один, а другие? И я стал просить у Бога, и Бог буквально в первые дни показал, мне должна быть основа первоначальная. А там много было сект. Я сел сразу за учебники. Читая Евангелие, я стал изучать мировые религии. Мусульманство, буддизм, даоцизм, конфуцианство. Это я все постарался, все подмести. Сравнить. Не считая, что я знал почти все политические системы мира, до этого изучил. И какие были секты, я вовсе пошел тогда. Вошел в полное доверие к ним. Они меня принимали как свое. Там у них проповедовалось капитры. Но внутренний голос говорил, это не церковь. Я тайно под одеялом продолжал креститься. А основание там где-то. И тогда Бог показал мне, рассказывал, такая вот скатерть, клетками. Если сегодня, это было в 62-м году, тогда говорили, было примерно 300 разных наименований, течений. Я спросил, если все с вами во все дни до скончания века, во все дни, но в какие дни, с кем он неизвестно. Потому что тут 300 клеточек, это названия разных, как называют, динаминации. И мысль была вернуться к первому веку. Когда церковь была единая. Вот это первый пункт лидера воображения. Я мысленно стал спускаться туда. А как они понимали? Мне нужно знать, как Писание понимает. Вот все сектанты, все Библии имеют адвентисты там были, именники, антитринитарии против Троицы были, литеране, католики, баптисты, разные староверы. Я со всеми прошел, помолился, посмотрел. Никто не знает где. И, наконец, Бог мне указал толкование святых отцов Блаженного Фефилакта, который взял всех святых отцов. Я немедленно сел конспектировать. Я про это уже не раз говорил. Вот где корень всего воображения. И вот это воображение, представление того, уже базировалось на готовом фундаменте страхи Божьем. Я вот сейчас оборачиваюсь назад. Если бы я был баптистом, адвентистом, я не знаю так, но примерно. Ну, общин 300 я бы уже образовал. Это минимум. Где я был, где уже люди расположены, общин. Но все это было вне церкви. Я сразу пошел в православную церковь. Я не ищу этого. Но просто так получается, что я сравниваю со Словом Божьим. Это первый пункт воображения. И мы однажды сели и стали считать деяния апостолов с первой головы по 28. Мы буквально не нашли ни одного стиха, который можно было бы обнять и поцеловать, сказать. Мы православное исполняем. Все не так. Даже встретиться мы правильно не можем, поприветствовать не можем, проститься не умеем. Какому епископу при расставании приходила мысль встать с пасовой на колени, молиться на улице и падать на шею и целовать его? Какую шею? Он тебе по шею может дать. Это же богохульство. Ему только вот как подошел, ручки сложил, лодочка и прочее. Я искал даже в мелочи. Не похоже, не похоже. Но это церковь. Я стал загадкой для всех сектантов, понимая все правильно, получив рождение свыше. В этом ни один не сомневается. Как вы можете оставаться в мертвом болоте, где трупам поклоняются? Идало поклонство сплошное. Я смотрел глубже. Я хотел знать, что нравится Богу и что нравится сатане. Видишь, какой у меня вопрос ставил. Сегодня спрашивай, ты когда-то думал об этом? А что об этом думать? А вот в этом-то и суть. Надо знать, что нравится Богу и что сатане. Только сейчас человек подходит к Богу и изъясняется в любви. И вдруг заступаясь за Христа и говорит, Господь, да не будет с тобой этого. И Господь сразу сказал, задет меня сатана. Надо знать. Иначе в эту графу пропишешься так плотно, что никогда из нее не будешь вычеркнут. А ваши имена записаны в книге жизни. И Давид знал это, Моисей знал, Сярфим Тароский знал. Значит, существует там книга, а вписан ли я? И я постепенно подходил, что общины не может быть православие. Вот такая община, как у нас, она немыслимая. Почему? А что, разве нету, что были вместе общие? Такие есть. Есть общины. А чтобы все было на Слове Божьем основано. Во свете Библии такого нет. Я проверил все, что было за 2000 лет и не нашел нигде. И при том, чтобы соблюдались все правила канонов, соборов вселенских, семь, девять поместных, 719 правил, и все они были вмонтированы во всю жизнь нашу. Такого тоже не встречал. Говорят, да это устарели, да это не нужно, да надо смотреть на современность. Мы знаем Георгия Кочеткова прекрасных людей. Здесь приезжал вот в это здание, где я стою, вот здесь стоял Андрей Кураев. Приезжал не просто познакомиться, а книги. Все до одной моей книги у него находятся. Олег Синяев, известный, он приезжал в Потеряевку, мы ехали с ним дорогой, у него свои идеи были, он этим просто дорожил. И пока доехали до Варнаула, я ни одно ему не оставил. Все в пыль развеял Господь. И он согласился. Да так в самом деле. Почему? Слава Божие. У меня был меч в руке, и я его не выпускал ни разу за 50 лет. Материалы посылал не кому-то, а Осипову. Все до одного получили от него одобрение. В прошлом году подарили ему через отца Иоанна Суворова к истинному православию. Столько я нашел у Осипова, Алексея Ильича, того, что у меня это 50 лет назад уже было. Он сегодня говорит, перестать крестить детей. Я говорю, 25 лет, не кто-то говорит, а отец Димитрий Смирнов. Я обернулся, никого нигде нету. Крестить только у тех, которые глубоко верующие, молодые люди, у кого дети рождаются, пришли, и они вместе с крестными обязуются воспитывать святой православной вере на евангельских основах. Вот только у них крестить. Я это постоянно говорю. На это говорят, ну а вы видите, вот у вас люди приходят, они все получили рождение свыше. Рождение свыше определяет сам человек. Но дела его вскоре покажут, рожденный или нет. Рожденный проявляет признаки крика. Потребность в пище, в свежем воздухе, в молоке матери. То есть признаки есть. А вот этих признаков у многих нет. Они не понимают этого. Как я могу отбиться от стада Божия? Вот у нас есть люди, которые перестали ходить в вечернее богослужение в субботу. Но это же не сегодня случилось. Под разными причинами. То работа, то скользящая, то... У меня никогда ни разу этого не было. Потому что, если я буду делать так, а у меня друзья-братья, то на меня покажут, а вот он ваш, что делает. И 41-й псалом говорит, Давыд, да не посредятся во мне все надеющиеся на тебя. Они на Бога надеются, но они связаны со мною. И каждый мой шаг в проступах ложится не на меня одного, а на них. Это дает оружие врагам поносить, друзей моих. Ты подумаешь, что ты делаешь. А уйти, прийти для этого нужно родиться свыше и полюбить первоапостольскую церковь общинную. Если этого нет, тебе это все равно. Сегодня поднимешься, уйдешь и даже не оглянешься. Вот где. А вход в церковь у нас неправильный. Вход должен быть через уверование личное. Ты сам лично, ты должен принять Христа, впустить его в свою жизнь. И перемены наступают не через день, так постепенно, как табакуры, бросает там леденцы, сосет там, бросает через день, поменьше уменьшать качество или количество папирос. У Бога все делается сразу. Я встал с колен, на коленях были не больше 15 минут. Я встал, я обернулся на себя, я, это тот я был, это не я, который я сейчас стал. Тот, который шел губить в Дамаск и который встал, когда его ослепил Господь, это два разных человека. И говорят, ну я не могу так сказать, я родился в верующей семье, Ярл Пести тоже родился в верующей семье, но он мог показать в 7 лет, я пришел к Богу. Перетрясите свою жизнь, посмотрите, не просто пришел, полюбил Библию, ты Христа принял, Он стучал у тебя у двери, все стоят у двери и стучат, и ты его принял. И теперь твое желание всем показать этот путь. Другого у меня нет. Я выношу свою деятельность не куда-то, а на весь мир. Как образовать общину? Третий том, открытым оком. Пожалуйста, как? Евангелие от Марка, по порядку. Все участвуют. Да нас тут мало, три человека, три человека это община. Вот все участвуйте теперь. Три теперь, еще с другими будете рассуждать, и будет девять. Переведите по три. Ну, у вас же люди уходят. Это естественно, то есть, это не естественно, но естественно, как это принято. На небе третья часть пала. Пусть кто ответит, зачем они пали? Ну, на небе-то Бог, безгрешный, святой, будьте святы, как Бог свят. И однако они нашли какую-то причину, и стали слушать Лецифера, когда он сбросен был, сброшен был, клеветавший на братья день и ночь. Горе живущим на земле, он сошел, он научает. И человек давно уже, находясь в общине, прищащаясь, о роде дьявола. И он этого не понимает. Мне пришлось однажды встретиться с такой ситуацией, при том, близкие мне люди были. Жена восстала на мужа. У ней своя прихоть. Сдумала она переменить одно место жительства на другое под этим. Детей Бог дал. И она перестала ходить в храм. Почему перестала? А муж ходит туда, напрасно топчет дворы. Я не пойду туда. Причина-то какая, чисто сатанинская. Но мало того, всех детей этому научила. Чтоб дети не ходили. Но там оказался благоразумный священник. Он говорит, вы почему не ходите? А папа ходит в храм, мы не хотим ходить туда, сейчас зря дворы топтать. Все богословствы начали, начиная с первого класса. Вы вдумайтесь, что это получается? Куда направляют детей? Но священник оказался там, в том месте благоразумный. И он сказал этому брату, ты ходишь сейчас один, вся семья разрушена где-то. И показывает причину для тебя. Пожертвуй собой, не ходи больше в храм. И им говорят, причина одна, он больше не будет в храм ходить. Но вы тогда ходите, если вам причина. Вы думаете, они пойдут? И думаете, все вернутся? Там слишком глубоко вошел яд через эту занозу. Почему? Перешагнули грань, за которой нет крови Христовой, а некое страшное ожидание огня, готового пожрать противников. Слава Богу, что это не в нашей общине. И сколько людей было, которые ушли, у всех начиналось одинаково по этой схеме. В деле общины никакого участия не принимают. Вы каждый должны стать лидером. Вот есть сектанты, есть такие называемые свидетели Иегова. У них четкая установка. Каждый должен в течение месяца, каждый, если только он не лежит на боку, не может подняться, должен не менее 70 часов в месяц находиться в движении. Я к примеру говорю. Свидетель, от двери к двери идти искать. Наша община необычна тем, что сразу было поставлено правило никого к себе не звать. Все. Это у старообрядцев просто пропонятно. Ты еретик, переходи к нам, проповедь кончилась. Мы должны показать, кто такой Христос. Но у вас бывает так, что люди приняли крещение, они ушли, а желают к вам прийти. Тут уже условие другое. У нас есть такие, сейчас даже. Они приняли правильное крещение, все, но ходят не здесь, а в храмы Московской Патриархии. Здесь они, приходя, будут стать соглашенными. А почему? Ну, вы знаете, Макаров приезжал к Сергею Сергею, журналисту. Он 7 лет в Комсомольской Правде работал только. И батюшка говорит, сегодня у нас литургия, и тебе придется сверху там, где молятся, сойти вниз туда. А почему? Я же православный. Батюшка ему говорит, Сергей Сергеевич, у вас нет грамоты от епископа, что ты не на отлучение. Да вы бюрократ, батюшка. Какая же бумага в церкви может быть? Так написано. У церкви нельзя просить, пока грамоту не даст епископ, что он нищий, у него нет дотации, нет пенсии, тогда церковь разрешает ему просить. По правилам-то нигде ничего не выполняется, а мы включили, у нас никто там не ходит. Какая нужда есть, мы узнаем. Ну и что? А ты сам рассуждай. Прикинь, как бы поступил ты? Этот человек ходит, я хожу туда. Молодец. Теперь принеси от того священника, где ходишь, туда, что ты не на отлучение, и что ты там платишь десятину, передайте своим родным и близким, которые ходят туда. Тогда мы просто просим по согласию уставу. Ну а я пришла туда, не просила священника, не просит. Тут у нас был Вася Плотников, священник сказал там, отец Георгий Титов, я батюшке вашему позвоню. Он говорит, звонил ли нет? Я говорю, никогда он не звонил и не будет звонить. Переходит туда Раиса Николаевна, не звонит и не спрашивает. Пошли в старообрядцы люди с гневом. И мы сразу послали людей уведомить священника, что за люди, на что обратить внимание, как с ними работать, не оттолкнуть, над ними трудиться надо и в каком направлении. А они теперь в интернете говорят, вот то, 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 мы бы это вообще не сделали, а там друзей так по сегодняшний день не приобрели. Я вчера только высчитал. Друзья приобретаются у ног Христа. И пока на кухне Марфа суетилась, ей было тоскливо. Она желала оторвать туда и Марию. Это маленький такой пример. Притом, Марфа, она неплохое делала. Вот в нашей общине, это мы так думали, когда ходили в лесу, отец Геннадий был, мы думали, как, чтобы не было торговли? Это можно сделать. Ну а как вести десятину, чтобы все платили? Десятина, святая десятина, божественная, она принадлежит Богу изначально. И когда люди не платят десятину, он не просто не платит. Месяц прошел, и он снова протягивает руку к Богу и ворует. Господь говорит, вы обворовываете меня. Бог не сказал, не платите десятина, но обворовываете меня. Обкрадываете меня. Тебе не надо рассуждать. Это мои деньги. Что Бог их присылает? Как я ворую? Это я пришел, получил в кассе и стратил куда хотел. Вот и все. Третья глава Малахи уже вырезанная. Ты сам не понимаешь, что говоришь. У тебя бы было только девяносто рублей за работу, но Бог десятку приложил, чтобы тебя научить творить добро. Вот у нас какой праздник, мама варила там уху что-то, а мы маленькие были, года три-четыре, и она говорила, там на конце деревни живет бабушка беспризорная. Ты, сынок, сбегай, отнеси пирога, она одинокая некогда. Со своими руками ребенок приучает. Это заложили в нас. Мы не можем смотреть на бедных, чтобы не поделиться. Это я узнал в первый день, когда веровал во Христа. И далее, чтобы была община, вот подробности устав, которые-то потом подробности пришли. Даже простое. Жена, молящаяся, с открытой головой постужает свою голову. Посмотрите, как у нас одеты. Девочки там все уже сняли платки, никого нет? Ушли на горку. Но увидели. Посмотрите, как у старого обрятца. Пол головы у деток открыта. Зачем? Ну, она же девушка. Там в одном строке написано, называется жена, а рядом запятая муж молящийся. Да муж-то он, но он не женатый. Он муж или не муж? Он не женатый. А раз он не женатый, значит, он может в шапке молиться. Все кончилось. Ну, она дева. До скольких пор дева? До каких? Ну, она же не замужем. А для чего? Вы делаете сигнал. Женихи, смотрите, я не замужем, волосы на виду. Выбирайте, не пройдите мимо. Все. И теперь ждет тебя. Где ты находишься? Для чего вы сигнализируете имя? Посмотри на изображение Божьей Матери, когда ее водят во храм Божий, в видение. Как у них голова покрыта? Наполовину? Ну, тебе, если уже 18, 20, 30 лет, тебя замуж никто не взял, когда тебе платок-то налевать-то? Если у тебя все время полголовы открыт, и все еще девушка. Девушка в подлинном, физиологическом смысле. Когда? Никогда. Я это увидел, и это старое обрядчество проникло у отца Кирилла Сахарова. Говорю, зачем у тебя женщина-то наполовину открытая? Ну, так, он подражает им. Нельзя подражать злу. Мы в первый день это ввели. Они вот любят, вот она сидит. Посмотри на ее, красавица. Поверни ее. Погляди, какая. Она с детства привычается этому. У мусульман не разговаривают. У меня стоят снимки, они сидят в школе, вот так вот, и все закрыты, одно лицо видать. Нам только учиться надо. И мы думали, как это сделать в общине? Сделать это никогда бы мы не сумели, если бы русская, православная, зарубежная церковь не протянула руку общения, не приняли священника нашего туда, не был поставлен у нас епископ Евтихий. Это было чрезвычайно трудно и практически невыполнимо. Мы дома собирались, но ходили все время в Покровский собор. Там причащались. Это нас, может, ждет в конце, к тому мы и придем, когда не будет священника. Но вне церкви я никогда не мыслил себя, как быть вне церкви. Я не стыдясь говорю, если бы я не знал вопроса о церкви, что такое церковь, я сегодня ушел бы к баптистам. Прямо сегодня же. Вот отсюда встал, оделся и ушел. Но я знаю, что это не церковь. Церковь только там, где есть истинно рукоположенное священство, имеющее начало от апостольских времен. Поэтому для меня католики такие же со всеми их заблуждениями. Он настоящий пастырь. Я у любого подойду и благословлюсь. Мне не важно ваше мнение, как будете думать. Я выставил такой ролик, я к ним подхожу. И сегодня мы отмечаем эти 22 года. Были радости, были успехи, были потери. Но, в это но нужно вплести следующее. Будет суд Божий. Вот сегодня читали проповедь, волна за волной катится, чтобы разбиться о скалу смерти. Будет этот день. И с этой позиции надо все рассматривать. Были люди, были среди нас, они ушли, запутались куда-то всех. Это его путь. Не вздумай его обвинять. Тебе не этим надо заниматься, следи за собой. Что сатане больше всего не нравится, ты не знаешь? Ну, говорят, пост и молитва. Сатана тоже молится, оказывается. И молил сатана, просил, чтобы я воссел. Это молитва ко Христу. Дальше он говорит, сколько ты не ешь? Сорок дней не ем. Говорит, а я вообще никогда не ем. Ты сколько спишь? Я говорю, по одному часу, как Арсений Великий. Он говорит, я вообще не сплю никогда. Но сатаной остается. Он говорит, а как насчет смирения? Сатана аж плюнул. Терпеть не могу это слово. Перед каким-то Богом, еврейским, саваофом я буду преклоняться. Вот это сегодня родная вера и прочее. Смирение, это главное качество, чем сатана поражается в голову. И вот заметьте, как мы в общине вводили постепенно все. Некоторые у нас были такие, вот Жалтухин был, отец Александр. Давайте алтарь этот разворотим все, престол вытащим на середину. Может так и надо. Но к чему это приведет? Он вперед, воображения никакого нет. А что сел, да и уехал, отряхнулся. Он ничего не создавал. Начал бегать по домам, агитирует за себя. И те, которые сегодня уходят, ушли. Это те, которые его пытались поддержать. Они были готовы. А что нужно делать? Смотреть. Очень внимательно смотреть. Вот батюшка у нас уехал куда-то. Лежала Евангелие. Я говорю, должно быть, лежать на аналое Библия. Но еще как батюшка приедет, посмотрит. И пока батюшки здесь нет, давайте сделаем надписи между иконами. Но посмотрим, как батюшка отреагирует на это. А потом уже епископа перед фактом поставим. Все обосновано будет. Написано на косяках, на стенах, везде должны быть надписи. Это Библия говорит. Батюшка приехал, ему мои слова уже, как в народе говорят, пересвистнули. Он мне и говорит как-то, я не знаю, может даже с обидой. А почему ты решил, что я буду против? Виноват батюшка. Почему ты недоценил? Я подумал, против ничего. И по сегодняшний день на аналое лежит у нас Святая Библия. Видели? Надписи между иконами. И епископ Евтихий знает это? Конечно знает. А то, что мы просили на русском языке читать только библейское. Но где библейские псалмы там 102 поются, мы поем по церковнославянски. И что? Епископ наш восстал и сказал, чтобы три года нигде об этом не разговаривали. Знаете, что на это люди отвечают? Ты дома свою бабу учи. Или еще что-то. Да пошел ты. Мы не так помолились и сказали, три года, Господи, дай нам перенести, чтобы не забунтовать. И мы три года не отвечали на все выпады, нападения в газетах, в журналах, в церковных, на нас, относительно языка. Нигде. Но 23 мая закончилось три года. Мы заранее повесили епископа. Мы выходим на арену. Вводим чтение, все будет у нас по-русски, библейское. Не забудь, я тебя жду, дружок. Понятно, каким бы путем пошли. Путем смирения, путем щадящим. Вот это заложено было в основе. Кому это не нравилось, начинали гусить, они заранее уже отпали, их нет. Смирение, главное качество. И которое вызывает меня на спор. У меня есть сейчас такой один, письма начинает бомбардировать меня. Я говорю, я тебе одно условие даю, одно. На одно письмо я отвечаю в интернете, а на второе я не отвечаю. Есть у меня интернет-сайт, я отвечаю на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса. Там ответа. Бери, по папкам разложим, поищи маленько. Я хочу вживую говорить. Не могу, у меня нет времени. А один вопрос я всем отвечаю. На один вопрос. А какой? Я в первый раз. А когда ты молиться будешь? Так я молюсь. Нет, с Давидом вместе. Псалом сто восемнадцать, сто шестьдесят четвертый стих. И когда у тебя пройдет неделя, месяц, и ты скажешь, я выполняю, ни разу не сбился, все. Встречаю второй раз, третий, четвертый. Потому что я не хочу встречаться с мертвецами. Они смердят. Без молитвы человек мертв. А там что написано? Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Вот суды какие? Бог судил так, чтобы у меня было много гонителей, поносителей. Это крест мой. В печати меня рисуют, клевещут, фильмы против меня ставят, не против вас. Я эту руку Божию должен целовать. Я молил трижды, Павел говорит, чтобы отогнал этого ангела сатаны. Его жало вплоть до но он говорит, довольна для тебя благодатью моей. И когда я сравнил ту благодать, которую мне Бог дал, это великое дело. Я всем говорю, мы стараемся вмонтировать в сознание людей пять Б. Кратко повторю, первое Б, чтобы поверили в Бога. Бог. Загинай пальцы. Людям говорит, мир сотворил Бог. Небеса проповедуют славу Божию. Второе Б, Библия, Слово Божие. Загибай второй палец. Крепко прижми его, держи и повторяй, Библия, Святая Библия, Несравненная Библия, Небесная Библия, все эпитеты любви. Вложи в эту книгу. Третье, благословение. Благословение Бога, благословение священника, епископа и патриарха. Благословение святых отцов Вселенских соборов. Зажал третий палец? Ищи благословение, не отвергай его. Не возгласись, не спорь. Кто такой златоуз, за что меня учат? Мы ни разу не сказали ни епископу, ни Илариону, ни Виталию, ни Лавру этого. Мы сказали, подчинимся любому решению, хотя мы против объединения с Московской патриархией. Мы говорили и сразу в начале молиться, чтобы нам не забунтовать. И мы выдержали это. Это Бог сделал, не я. Но озвучил я, этого нигде не написано было. Четвертое Б. Благовестие. Наша община благовестническая. На этом я остановлюсь. Остальное уже понятно впереди. Пятое Б. Чуть будет впереди. Будущность. Будущее. Для Царствия Божия все. Все для будущего. Пятое Б. Но на четвертом нужно все время трудиться. Благословение, то надо... Бог так существует. Библия уже в законченном виде. А благовестие это единственное Б, над которым надо трудиться, трудиться и трудиться ради всех этих остальных четырех. У нас намечено было на этот год, я это озвучил, заехать за Москву, центр образовать между Молдавией и Москвой, центр между Санкт-Петербургом и Одесса. Вот это перекрестик. И там образовать наш, говорится, основной пункт сбора. Туда-то ослать книги. А на четырнадцатый год было, значит, получить все документы, я еще ничего не знал о шенгенской визе, теперь, слава Богу, знаю, посчитал, получить визы, новые паспорта с биометрическими данными, все новейшее. И переехать границу, и пройти в Европу до Португалии, Греции, Англии, пройти все скандинавские страны через Прибалтику и возвратиться. В центральных библиотеках мира оставить наши книги, мы остаемся там. Выступить перед русской диаспорой, русскими людьми, где только мы будем. Но обстановка в мире такая, я за ней внимательно слежу, что я вношу коррективу. Это сделать, вторую часть уже нынче. Немножко здесь мы побудем, в России, и переходим в дальнее плавание. Есть вопросы, которые я не могу решить. Так, Сергей Павлович, у тебя хорошо получается с картами, и намечал ты маршруты. Тебе похвала за это. Ты сидел. Теперь, значит, так. По картам разбери, сколько стран дальнего заурбежья, в каком порядке в них заезжать, как мы заезжали здесь в районы. Теперь мы не на районы области смотреть будем, а на страны Европы. Посмотри, с какой стороны лучше попасть в Скандинавию. Так, я не вижу брата Себастьяна. Где он? Здесь, здесь, здесь. Так, минуточку сюда. Значит, я тебя очень прошу ускорить, не уходить сегодня. Меня связать с этими, как получают там паспорта и прочее. Возьми это на себя. У тебя данных для этого больше. Я просто не... Я теоретически уже ознакомился, но я не знаю, как сунуться, как написать. Я всего боюсь. Боюсь, чтобы не испортить. Нет, сегодня не получится. Сегодня не получится, я завтра поеду. Не получится, завтра я согласен. Ну, написано, когда начнутся отпуска, тогда труднее будет. В течение месяца можно все получить. Я говорил, сколько это будет стоить, а когда 7 с лишним тысяч получить визу. Но придется отдать две пенсии мне. А если не поедете, во славу Божию, там дальше будет видно. Если ничего не делать, и вдруг вчера мне звонок. Звонят. Я говорил, главное нам что, нашу машину не пропускают. Машину мы должны бросить там, где-то в Ростовской области. И чтобы там кто-то дал нам иномарку такой же модели, примерно. Такой же груз тонну мог брать, столько же пассажиров. Груза пассажирская, как газель наша из Нижнего Новгорода. Сейчас прорабатывает уже план, нашелся человек. Я только просил об этом. Да сколько вам нужно? Вопрос задали. Сколько у вас будет человек? Какой будет груз? Уже все данные запрашивают. Вчера ориентировочно я сказал. Примерно на месяц. За месяц мы сумеем обойти. Потому что мы идем очень быстро, и наша задача четко, ясно выраженная. То есть берут расходы уже на себя. Теперь запросы в Германию из двух мест могут поступить пригласительные. Нужно только паспорта. Уже запрашивают паспорта данные. Дальше. Нужен перевозчик, знающий хотя бы два европейских языка и английский. Этот вопрос тоже прорабатывает. Уже пошли по библиотекам там и узнать, как нас там примут. Бомб, как стоит принять, Берлин, Мюнхен, то есть основные города только в Германии. Это уже началась работа. Там началась работа. Это дело относится к общине. Без общины ничего этого нельзя было сделать. Не было бы шоферов, не было бы издать книг, их положить некуда было бы. Да и написать этого нельзя было, не будь общиной. Что дала община? Она дала подпитка. Уже кто на каком уровне стоит, но мне Бог позволил вот это сделать. Своим не признаю, отдаю все Богу. Как будто ничего тут и не было. Все это позади, все страдания, поношения. Община для нас это ступенька, приближающая нас к Богу. Благодаря общине мы вышли на уровень всех конгрессов, конференций, какие были в Алтайском крае, где нас приглашали. Благодаря общине мы получили юридическую здесь не консультацию, а регистрацию и мы имеем выход в университеты, везде имеем, как юридическое лицо. Я не могу зарегистрироваться. Поэтому община даже в малом количестве она дала почти все, почти все, что у нас сейчас есть. Вы только работаете и когда наступает первое воскресенье после девятнадцатого или девятнадцатого если воскресенье будет, что вы сделали для общины, для Бога и для общины. Сами сделаю лично. Обернитесь и посмотрите на все. Кто-то купил клеенку, кто-то купил вот это, кто-то написал это. Если я не ошибаюсь, вроде у Нагаева Оля писала. Или это Надя Борьба. Ну кто-то писал. Но у нас куда ни поверни, даже люди, которые ушли, как была Яговитина Люба, остались шторы, все остается. Вы для Бога это делаете. И Бог дал нам вот такое помещение, оно сегодня есть, завтра может не быть. Вы вкусили, как благ Господь. Берегите это. Не ищите где-то в другом месте без проверки со Слова Божьего. Мы не говорим, что мы самое правильное. Мы говорим, что мы искали это через болезнь, через труды, через сравнивание. каждый стих Деяния апостолов мы выносили на обсуждение, обсуждали и выносили вердикт. У нас этого нет. А сегодня мы сказали, 719 правил, у нас ни одно правило не нарушается. Хотя меня нынче было поймали там два священника, два Андрея, на квартире у Андрея, три Андрея. А вы тоже нарушаете. А как мы нарушаем? А как? Написано, что с евреем в бане нельзя мыться. Есть такой канон. Ну и что? Да ка вы? Я не хожу в баню вообще. И чтобы в баню ходить, я даже дома бы с ним, если ванна была, не разрешил в баню мыться. Вон как. Но написано, все время в месте не быть, где кормят, там столовая, там напился как харчевня. Ну, я и не хожу. А как же в дороге? Да никак. Купили батон, переломили, зашли в парк, в снег макну его и жую. Макну в снег и жую, поел опять живой. У меня здоровье отличное. Они не могли никак ухватить. По канонам нигде. Ну, они искали, они подготовились. Но ничего нет, больше у них ничего нет. Не нарушаем мы. Не нарушаем. Там, где от нас зависит. А где от нас не зависит, от нас и не зависит, и не спрашивается. Меня посадили в тюрьму, я сказал, ни за что не отвечаю, только за то, что рядом со мной в тюрьме. За камеру отвечаю и чуть повыше. Поэтому, вот этот день общий, это мы как бы подводим итог. Может, это последний раз и никогда больше не будет. И глазами вот обведите все, что у нас есть, что мы сделали, где-то сумели, через нас Бог сделал для людей, нынче мы где-то проехали. Все абсолютно это прошло через общину. И благословение, и служба, и люди, и шофера, и даже не нашей общины, и Бог дает все через общину. Поэтому я всех благодарю, кто принимал участие в становлении общины, ее жизни, продлении. Усильте молитву о всех отпадших, отошедших, чтобы в конце жизни Бог дал им примирение с Богом. Вне церкви нет спасения. Лучший труд, вы знаете, где это, Илариона, Троицкого, труд, ближайший помощник патриарха Тихона. Это целая книга написана. Вне церкви нет спасения. Мы находимся в церкви. И надо это все сохранить. Удастся ли нам это, устоять на этом, ничего не знаем и не загадываем. Но как-то Бог так делает, то, о чем я вам сказал, еще позавчера мне было неизвестно, что у нас будут помощники. Так, Сергей, второй вопрос тебе. Ты кинолог профессиональный, разузнай, какие требуются справки, чтобы твоя собака Ураган, которая от Москвы до Находки, до Владивостока с нами ездила, была с нами и там. Оказывается, за рубежом ездят, они с собой собак берут, кошек берут, вам еще хуже других. То есть это можно взять. Без собаки будет очень опасно. Она нас разбудит, хотя бы на полминуты, чтобы успели помолиться перед смертью. Я ее беру для этого только. Чтобы перед молитвой встать на календарь. Поищи. По всем каналам пройди. Дальше. Вот такого форума, как у нас, сайта, вне церкви, не могло быть. А это у нас центр, через что мы давим. Такого, как и Мавилру, со всеми этими роликами, видео, то, что на сегодняшнее, тоже будет выставлено, с фотографиями, тоже бы не было. Ежегодное крещение, тоже бы не было. Это все нам Бог дал через общину. Поэтому цените, берегите. Что интересно, общение людей понимали все, и Гитлер, и Сталин. Тот партию создает, там, СС какую-то, этот партию создает коммунистическую, и Ленин уже перед смертью все наказывал. Берегите партию, как зенит Ока. Это люди мира понимают, как у нас-то люди не понимают. Проханной двор, где ты пришел, вышел, тебе это надо? Тебе дисциплина поперек стоит? Нет. Ты не хотел, чтобы дети с детства приучались к целомудренному одеянию? Это мы все получаем вот здесь. Мы учимся правильно вставать, правильно ложиться. И поэтому 24 часа отпущенные Богом должны быть поставлены под контроль во свете Библии. На меня уже нарывался не один вызвать меня. Ну и что-то находят они там, не согласны. А вот Иоанн Шанхайский сказал, а я его и не проповедую. Серафим Роуз сказал не так, как вы, я его не проповедую. Меня можете судить только во свете Библии, как названы все книги. Во свете Библии? Почему? 12.48 Евангелие от Иоанна. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас. А раз оно будет судить, ну сказать, вот с этим мандатом я явлюсь. Мне не нужно сегодня знать, какие правила движения в Китае. Мне нужно знать правила или шоферу, которые в стране у нас. А поешь, там те правила тоже изучай. Я к шоферам обращаюсь. Ты старший шофер Николай, второй Виктор. Начинай им заниматься. Усиленно занимаемся сейчас получением документов. Это прямо брата Вет, это наш юрист, Севастян Баван. И, ну, нас будут выводить на другой уровень. А надо или не надо, я скажу, я ничего не знаю. Я знаю, сон, безделье, они умерщвляют, все живое. Мы не стоим на месте. Видите, как удивительно, Бог делает. Мы только приносим на молитве, а Бог уже помощников там нашел. Они выходят и сами спрашивают. Если бы у нас этот вопрос стоял о поездке, и наши рубли надо в евро превратить, то мы бы два года прекратили помощь кому-то. А мы бы сказали, все средства сконцентрировали здесь. Но мы даже этого не сделали. Мы участвовали в больших делах, в помощи узникам Христовым, в издании библейским обществом, на другие переводы работали. Мы жертвовали, жертвовали, как они говорят, выше на первое место по сумме. Но Бог как-то сделает и здесь. Мы немощные, но вы все время помните, если вы хотите с нами поехать, не просто ради прихоти, а с огромным риском, сколько у нас будет опасностей, откладывайте сегодня. И где-то в мае это надо будет все отоварить и в евро превратить и посмотреть, во что превратится это. Так, кое-кого нету, Алексей. У него Наталья этим делом занимается. Сказайте, чтобы она в курсе дел была. Ей передать. А где она? Сейчас только в коридоре были. Уехали? Уехали. Глушковой, кто сможет передать? Чтобы она примерно узнала цены на бензин во всех странах. Как это делается, сколько потребуется. Высчитать километры, Сережа, это твоя задача. Сколько, примерно, километры, самый кратчайший путь приблизительно. Столицы европейских стран. И, может быть, большие где-то города. Отдельную визу придется открывать, видимо, на Англию и на Португалию. Посмотрим. Они дешевые, там по тысяче, что ли. Отдельно. Видимо, сразу придется... Ну, они не вошли в шенгенскую группу государств. Я уже так, примерно... У меня смутные там представления. Вот что нам Господь дает. Этих планов бы не было. Поехать не с кем. Сказать нечего. Некоторые нас могут обвинять. В чем нас больше всего сегодня обвиняют? В гордости. В гордости уже не говорить еще. Гордыня. Давайте тщательно мы все проверим. За что они нас так называют? А вот вы приходите, нас там назираете. Как зазираете? Ну, вы говорите, вот мы хорошие баптисты, но мы не церковь. Согласно священного писания, 14-23 мы считаем Деяния апостолов. Каждая церковь прилагал Господь. Зачем прилагать церковь, если мне церковь можно спасаться? Рукополагали они. Без всякого прикословия, считаем к евреям, там 7-7. Меньше благословляется, больше. У вас никто сам себя первую руку положил. А дальше следующие, которые были старшие представители, самозванцы, последователи Дофана, Верона и Корея. У нас ответственность священного писания. Мы находимся в церкви. В невыносимейших условиях приходится трудиться, но я никогда не изменю, по-другому просто нету, никак. Находясь в церкви, мы должны испытывать гнет священников, это тоже Бог допускает. Поношение епископов, это тоже Бог допускает. За все поношения священников, препятствия, уничтожали книги, за все, за все благодарю Бога. Без воли моего Создателя, Бога и Его, этого бы не случилось. Без воли Сына Божия, единого вечного Бога, не произошло бы этого. Без Духа Святого, который все везде освящает благодатью, этого бы не было. Это от Бога допущено, чтобы нас испытать. Какова наша вера? Вот небольшие камушки, вот большие скалы. Сумеете перелезти? Или объехать? Или пробить тоннель? Ну, какая сила в нас будет? Мы сегодня подводим итог. Кому еще хочется сказать, как вас Бог привел, ну и какие-то пожелания. Можно я, Игнатик? Давай. У меня мыслей вообще не было, братья-сёстры, выступать, но Юля попросила, говорит, я, говорит, читала в 15-м томе, и меня коснулось, что редко, что по радио я слышала. Я потом спросила, Игнать Тихонович, вы выступали столько по радио, сколько человек обратилось. Он сказал, что одна ты пришла только из всех вот этих передач. Я, Таня у меня была маленькая, 4 годика еще не было, это первая моя дочь. Я пекла пирожки на пушку, и как раз вот эта передача, Тера инкогнито, шла с Павлом Мазовым. И Игнать Тихонович рассказывал там, как Бог все сотворил, и что курица, помню, закудахтала, яйцо снесла, он говорит, все время спорят, что первое, что второе, курица или яйцо, что первичнее. Вот. И рассказывал о Христе, и призывал на занятия прийти, как раз в политехническом институте. В этот же день занятия должно было быть. Я мужу записку написала, дочку взяла и пошла на занятия. Пришла, и так не странно было, в юбках, в платках, там люди с бородами, я боялась даже зайти в кабинет, я думаю, меня иначе не примут сюда, потому что я там была абсолютно неверующей. И в юбках, и все. Тянулась всегда, я с детства душа у меня тянулась к Богу. У меня всегда вопрос вставал, для чего я живу, и что будет после смерти. У меня вот все истисто сопротивлялось, что я умру. И ничего не будет после этого. Что как атеисты говорят, сгниет и все тело. Мне всегда казалось, что что-то будет еще. И что молитвы какие-то сами с собой рождались, даже перед экзаменами. А потом я их находила уже в молитвословии, похожие молитвы, мне даже взять их неоткуда было. И пришла на занятия, начала ходить. Подружилась с нашими братьями и сестрами, все мне стало родной и близкой. И вот уже 17 лет прошло, Богу третья дочь у меня здесь родилась, покрестилась. Большой вам всем поклон, наставник у нашего Игнатия Ивановича, спасибо. Я благодарю всех за молитвы о перелете дочери моей в Россию, Маргариты. И спасибо всем Господи, у кого это как бы лежало на сердце. И прошу молитв, чтобы вот на этой неделе венчание будет, ну как бы должно состояться, чтобы все Господь устроил. А в пятницу они улетают, то есть покидают Россию и летят в Белгию. Тоже прошу молитв. Я хочу очень-очень коротко сказать не о своем обращении, я хочу рассказать об одном благовестии. Мы всегда ездили в Белговестии здесь вот до прошлого года по нашим районам, и одним из таких районов был Павловск. Я это не случайно сейчас говорю, потому что у нас есть гость, который из Павловска. Когда мы туда приехали, все было как обычно. И все шло как-то так. Сначала уподавляющее такое было, и как помните, были такие моменты, когда нам и угрозы пошли, и лица вызвали. Но я этого ничего не видела. Мы с Галей Купайкиной ходили, сначала как зашли, вот у нас группа определенная была в начале. Тут мы получили некоторое огорчение, какое-то тяжелое такое впечатление от уровня жизни людей, вот от того быта, с которым мы столкнулись. Было такое какое-то огорчение, и очень было жалко, что люди так живут, и мы ничего сделать тут не можем. Но потом как-то так получилось, что нас выдвинули пойти, улица проходит в лес туда, и где-то там берег вот так вот, и по той улице мы пошли, это широкая такая, и в начале улицы дома старые были, а потом туда дальше, когда стали заходить, там были новые дома, и такая улица прямо живописная, прекрасная, и люди нас встречали в этой улице так интересно, в каждом доме, вот куда бы мы ни заходили, нас как будто только сидели там и ждали. И это у нас такое какое-то настроение, подъем такой духовный был, и мы, улица большая, мы ее прошли туда, и потом обратно, шли, как обычно, идем с одной стороны, и с другой стороны. И вы знаете, люди на этой улице, ну таких средних лет и моложе, и везде нас так встречали, и столько много вопросов, а еще день был праздничный, Рождество Пресвятой Богородицы, по-моему, вот этот день был праздничный. И вот, знаете, такое было впечатление, такой был подъем, и когда мы вернулись домой, уже приехав сюда, мы долго об этом вспоминали и разговаривали, как люди нас там ждали, как будто сидели и ждали. И я все время думала, потом, много позже, я все время думала, как много там работы, какие счастливые священники, что у них есть кому слушать, что их там ждут, и какие счастливые сестры и братья там, которых тоже ждут. Это мы испытали на себе. Да поможет вам Господь. Аминь. Петяна Павловна. Слава Богу, спасибо Господи. Вот, Валентина Александровна. Я хочу сказать, о первом поездке братьев, когда они к нам поехали. Я когда здесь была, Игорь говорит, мам, вот поеду, ты будешь? Я говорю, ну конечно, пусть заезжает. Ну вот они позвонили, как-то я даже немножко растерялась. Ну вот Игнатий Тихонович меня поблагодарил, уже три недели прошло, я тот раз, что-то у нас не получилось. Я просто хочу поблагодарить, что они заехали к нам, что они все приняли. Я хочу сказать, что принять-то таких братьев одно удовольствие. Им же ничего не надо. Хлеб, вода на столе и все. Ну еще в костный день был. Ну это так, конечно, три раза, но тем не менее так было. Да они еще мне пол помыли. Вот Володя, Игорь Третьяков. На втором этаже у нас там, ну сто квадратов тоже. Я где-то там в углу, у меня лук там, это все сушится. А это место такое, там два дивана, ковер там, ковры большие лежат. Ну туда я не залажу, уже не мою. Ну считайте, как чердак. Он не живой где-то. Ну, не жилой зимой, а летом. Вот там, слава Богу, вот благодарю Господа, что у нас этот дом, что могли там братья под крышей быть. Ну и вот, поработали на нас. Ну благодарю еще. Ну потом они еще проехали мимо, у меня был ремонт. Жалко было, конечно. Ну, все нормально было. Приняли, конечно, все мы, от Игнатия Тихоныча, ну и че я это. Че как? Обличение. Обличение. Не без этого. Вот. И за что я благодарна. Хорошо. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Я хотел представить у нас сегодня несколько человек, пришедшие, можно сказать, впервые на утреннее служение. Представьте, скажите, кто вы и как вы сюда попали к нам. Здравствуйте. Я Олег. Вот сюда, станьте поближе. Истовольского района. Павел Ромч, ты как говоришь, обслышана была. Истовольского района. Пришел я сюда, узнал об этом месте через по Майл Роуз, писал с Игнатием, тихо начал. А-а-а. Тихо. Ну и... Приехал посмотреть. Ну что вас тут больше всего привлекло, сказать, заинтересовало, чего вы хотели бы тут получить? Еще пока не знаю. Ну вот сегодня вы один раз побыли здесь на богослуживании. Вам понравилось, нет? Конечно. Ну а то, что собрание такое идет... Вас свежим взглядом так как смотрите? Нужно это? Конечно, нужно. Ладно, пока. Так, у нас еще один человек. Спросить можно, отец Сергий-то у вас там служит или нет? Вячеслав Масленников. А где отец Сергий? Да нету там никакого отца Сергия уже давно. Ладно, служит, не служит. Он с 99-го года его там нету. Здравствуйте, мы с Таней ездили, помогали-то ему там селиться. Так, еще у нас вот один человек пришел. Так, назовите, скажите, как вы попали? Что... Можно малейко шагнуть сюда из-за стола, что длина была? Садись. Как вы нас нашли? Как вы нас нашли? Почему именно оказались здесь? У Евгений Исаев, вообще-то, в принципе, как я могу сказать, что я вот Библией занимаюсь уже 56 лет, но когда я вот этим стал обладать, богатством, я понял, что вообще ничего не знаю. Серьезно. Потому что какое-то мышление было совершенно другое. Ну, я говорил людям, понятно, там много разговаривал, то, что к Христу, к Христу, к Христу. Но, оказывается, там еще было не все готово для благовестия. Я ждал, молился, 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 молился. Нас в прошлом году, в позапрошлом году судьба не свела, развела. Я позвонил, Игнать Тихонович, у нас не получился разговор. Потом, три месяца назад, говорю, все-таки что-то щелкнуло, думаю, ну, я искал телефон его, но это, слов нет. Во всех библиотеках, там где-то было, вот это все, ну, все, ну, грубо говоря, уничтожили, известно, собственно говоря. Но, в одной библиотеке сохранились пятнадцатый, тридцатый том, к истинному православию два экземпляра. Ну, я вот только взял книгу, взял только ее, все как-то, но еще не читал. Вот как-то на свое место стало как-то, я даже, ну, я не знаю почему, я понимаю почему, от Господа пришло благовестие, вот, самое главное. А там телефон, все как положено, Игнатий Тихоновичу раз, на трубочке, поговорили на эту тему, я говорю, Игнатий Тихонович, нет книг в Павловске, как нет, в библиотеке, в школьной, лады, иду в школьную библиотеку, закрыто, женщина в больнице лежит. Ну, ладно, я каждый день туда хожу, хожу, я настолько им надоел уже, да, они говорят, да вот там у женщины ключ есть, ну, насчет выдачи вопрос сложный, я говорю, я ваши книги брать не буду, я говорю, свои возьму. Ну, и там нашлась женщина, открыла мне, она повела меня туда, в угол куда-то, а я прямо налево, и там, где эти книги все, они находились. Я говорю, будьте любезны, мне, можно шесть томов взять, да хоть все забирайте. Я сначала шесть томов взял. Другой раз приехал, еще, да мне, говорю, работать надо, я исследую, вот так вот, еще, говорю, можешь шесть томов взять, да все забирайте, потому что мы переезжаем, там все это, потом вы не найдете ничего этого. Ну, я, естественно, все собрал, со мной у меня все уже было, для этого. И в этот же день я позвонил Гнатию Тихоновичу и сказал, Гнатий Тихонович, вот тут такая катавасия, он говорит, да забирай, я говорю, они у меня уже на столе. Вот так получилось. И вот отсюда, собственно говоря, из того, что я, правда, сейчас еще не все тома прочитал, но я читаю своеобразно, восемь томов прочитал, тридцатый, пятнадцатый до этого прочитал, а потом начал с конца. Почему? Потому что меня вот вопрос затронул, вот этот очень жестко, воссоединение московской православной и партии и так далее с вами. И мне как-то уже было больно, думаю, неужели они на это пойдут ради выживания? Ну, потом, в восемнадцатом томе смотрю, там так это... Если будет какое-то решение, помимо священного писания, не будем соединяться. А перед этим было, что решит там, значит, это, значит, Бог решит, ну, будем послушны и соединимся. Потом еще перелистываю несколько листочков. Нет, там конкретно все нарушать не будем. Вот эта стабильность в мыслях Господа, я не говорю, Ивнатихич, знаешь ли, я понимаю, о чем говорю, и вы знаете, потому что это не он написал, это вам понятно, объяснять я не буду. Он как инструмент, но инструмент достойный. Я вот себе, так сказать, много тоже работал в этом плане и честно признался себе, я мог бы так сделать, я признал себе, я бы не смог так сделать. Бесполезно. Настолько там как-то шел человек, хотя думаю, ну вот я столько лет, я на шесть лет его больше, вот как сказать, я это начал там читать, начал разговаривать с людьми и так далее. Мне еще 11 лет только было. Ну, покрестили меня там в Москве, полное погружение там, все это было, но я не в этом вопрос, мне этот вопрос ошибка даже не трогал. Там, почитал, это не погружение, собственно говоря, это не крещение. И смотрю, думаю, как-то так это самое. Потом молился, ну, Господи, уже в этом плане там у меня работа идет, в принципе, Господь подобил там, разговариваю с людьми и так далее. Уже читаю, там люди те, которые могут другим уже передать, уже как благовестники, и объясняю им. А как точно так же, говорит, там написано, да не могу. А, что тут мощь-то, Господи? Просто все, от себя говорите, то, что вот так. И вас еще поймет, от себя поймет. Придете потом, почитаете, в Христорадии, все нормально. А потом молился, молился, думаю, ну, что-то там надо нам фундаментально делать. С тем благочинным не получалось, ну, никак. Я ему по Библии, я ему по Библии, опять туда. По любви. Как-то, вроде читал он там, ученый, два высших образования, и помимо этого, там, что-то заканчивал, благочинный жених, алам-балам. И присылают нам нового благочинного из Новоалтайска. Это Иерей Артемий. Я посмотрел на него, вроде, что-то такое. Пошла проповедь, пошла евангелизация. Крестить не буду после катехизации. Младенца крестить не буду. Я говорю, ничего себе, я подхожу к нему после этого. Я говорю, вы читали, да, Латкина? Ну, так это, да, то ли неудобно ему было это самое, ну, читал и читал, да, мама родная. Он, как сказал, мой брат Анатолий, он диссертацию писал, потом дам Латкина. Говорю, тогда все понятно. И потом как-то пошло, и я подумал, у меня было желание, я говорю, пойду, так это, добьюсь, чтобы в общину меня приняли в крестовозвиженскую. Вроде бы так и не пью, и не курю, и не блудом, ничем не занимаюсь, там, слово Божие вроде как несу, как могу. А Господь говорит, наверное, так это, а что, говорит, у тебя работа не в проворот. Там, Игнатий Тихонович, там столько людей, народа. А здесь-то работать надо. Тем паче, такого я тебе прислал. Работай. И люди там, с самого главного, действительно, они живое, это слово. Я спрашиваю так вот, не так, а сколько раз вы читаете Евангелие? Сколько раз Библию читаете? Есть ли у вас Библия? Есть ли Евангелие? Ну, не надо ни Библии, ни Евангелие. Там достаточно то, что священник сказал. и все достаточно. И поэтому, у нас-то там, в Свято-Никольском храме, где вас с милицией-то выгоняли, вот, там библиотека у меня капитальная, и там, значит, это было, купил я это, Библии, и библиотеки люди берут, так далее, там законы Божии, там литература очень много была. А здесь смотрю, мужчина такой, ну, я говорю, давайте библиотечку сделаем, чтоб все у нас было, Иоанн Златоустый, и Симеон Богослов, и Бринчанинов, и все прочие к ним, так и так далее, все это, чтобы был Эфеофан, затворник, Сава. и он говорит, ладно, я, говорит, тогда не буду распаковывать эти самые коробки, и привезу сюда, и мы уже под библиотеком место нашли, только единственное, что потихонечку там осталось, я еще для чего добиваюсь, у нас там есть часовинка маленькая, в ЦРБ, центральная болица, районная, и там вообще ничего не ведется, я вот хочу, чтобы он благословил меня туда, и по палатам ходить, и с людьми вживую разговаривать, почему, потому что сейчас, ну, я так хожу, это понятно, но там, благодарю вас, спасибо, господи, вот я хочу работать так, как сказал правильно, Игнат Тихонович, как сектанты работают, я был там у них, дело в чем, в деревне, когда в Березовке, я маленечко отступление такое сделаю, чуть небольшое, там была секта пятидесятников, ну, и я с благословения Ирея Виталия, у нас Солонешн, он был такой батюшка, ходил там полгода, потом я, значит, с Божьей помощью Господи и храм оборудовал, так нормально, там здание дали, там все нормально, как положено, шестьдесят четыре квадратных метра, трапезная там, и все там, шикарно, и все, конечно, сделали, как положено, работал я один, потому что с Господом, ну, никого, короче, не допускал, не хотел этого делать, и все, и все перешли к нам, кроме там, эсеры, которые были, эмиссары, одна там женщина осталась, ну, к ней уже никто не стал ходить, а потом, что-то вот, вот оттуда меня, ну, там, дочери восемнадцатой исполнился, сказал, что я потом все ухожу, Господи, служить основательно уже силами не надо, может, я не прав, Господь поправит, и приехал сюда, в Свято-Никольский храм, там тоже кое-что, ну, ну, там вот опять же говорю, там не идет никак, вот, слово Божие, как вот пишет, Игнатий Тихонович, ну, ни слова Божьего нет, там все только ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и только треба, 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 но, там стало как, вот, который вас выгнал, священник, он требу стал делать бесплатно, но только как это, если денег нет, они как хитро там написали, пожертвования на требу, свечечки бесплатно кому-то, ну, я сидел там, нету человека денег, на тебе свечку, на тебе крестик, на тебе ту, на тебе литературу и так далее, а читать вот, пожалуйста, там, берите Христа ради, пожалуйста, запишитесь, да и все дела, так что теперь только молитесь, я теперь знаю, за кого я молюсь все это время, теперь, и вы знаете, за кого вы молились в это время, и храни вас Господь, и дай вам Бог здоровья, я думаю, что вместе мы все это дело осилим. Так еще кто хочет все сказать, спроси, а что не ездится за стол? Можно я еще хоть коротко скажу? пожалуйста, спасибо. Другий путь у нас, у многих, путь сложный, конечно, но Господь нас как-то вот маленькими хоть шажочками, но приближает. Каждый за это время ощутил вот это Господа, настолько близко, такие моменты у нас в жизни у каждого были. А я просто на некоторых моментах, таких маленьких, только остановлюсь и все, вспомнил Севастьян у нас эту ночь, первая Пасха наша в Потеряевке, это было что-то необычное. Перед крестным ходом, ночью, вы не представляете, вот такой ураган был, такой шум такой был, такой треск везде был, это просто не вьюга простая была. И мы вышли с крестным ходом, со свечами. Когда мы вышли, все это тухнет, что-то такое, прямо оно яростная нападка. Представляете, когда мы стали обходить и обошли все это, и уже заходить в храм, тишина идеальная, просто идеальная тишина. Вот такой момент. Потом, момент какой еще, очень такой волнительный. С Игнатием Тихоновичем, тоже как бы не ходили. Тогда все заняты были, кто работал, кто с детьми сидел, еще молодые были, стареньких еще мало было у нас. Вот мы здесь с ним, какие в центре, вот здесь пятиэтажки, мы с ним вдвоем все обошли. Мы не ходили. Потом, когда уже с Игорем встали, там девятиэтажки, десятиэтажки, там легко, там на лифте это поднялся, а вниз спустился, а здесь он в сапогах, жара такая необыкновенная. И мы с ним по всем этим пятиэтажкам, из подъезда в подъезд, из подъезда. Вы знаете, как вот домой, наверное, уже все, два часа вообще, вот сесть бы, не вставать, я не знаю, он привычный, наверное, я не такая была, хотя спортсменка вроде была, но все равно. Домой порой приходила, вот знаете, нижнее белье можно было выжимать, вот такой момент был у нас. Ну все, пошли. Еще момент. Ой, всех нас Господь иногда укладывает, чтобы мы подумали. И Господь много нам, сколько я от сестер, слышу от братьев, такие необычные моменты у каждого в жизни были, когда Господь показывает ясно, вот он я рядышком. Я вас благодарю всех и за молитвы, и за поддержку вашу, всегдашнюю. А Игнатию Тихоновичу, мы кто только не звоним, любой момент какой-то, что-то с нами случается, мы, это наша скорая помощь, мы сразу, звоночек, и сразу он на молитву встает, поэтому, будьте всегда благодарны. Мне просто горе берет такое, вот, сердце, когда люди уходят, и не благодарны. Это прямо, ну, боль сердечная, поэтому всех благодарю, и за всех, за всех вас, низкий поклон вам, потому что мы все здесь в общем не благодаря вам, вашему слову, которое вы сказали. Я к этому добавлю, что сегодня сколько выступали, я ни одного выступления не слышал. Понимаете, что, какое счастье мне, что я не слышал, похвала или хула, я в это время занимаюсь своим делом, думаю, приготовлюсь, я вот она рядом стояла, я только отрывочно слышу, у меня с каждым днем прям хуже и хуже слух, но мне это как раз. Главное, что я не прошу большего. Вот если бы вы знали, как мне это хорошо, я строю на том фундаменте, который есть, не на основании того, что вы сказали, теперь я даже корректировки никакой не, у меня абсолютно точная программа, 50 лет, и я не изменил ни в одном пункте нигде. Мне иногда, даже в ухо, ну, хоть маленько-то развивайтесь, я вам советую тоже развиваться. Я больше не могу, это предел, выше этого мне не дано. Но надо научиться, просто пользоваться тем, что есть. Наверное, за стол попроси, помолимся, да? Да. И Христос был, есть, и вовеки тот же. Аминь. Аминь. Воярдан, не крещающийся тебе, Господи, троеческое явися поклонение, родители, Бог, свидетельство, вовеки тебе, возлюбленных, отец сына именуя, идут в виде голубени, известно, вашество и все утверждение, являйся, Христе Божий, и мир просвещать, слава тебе. Отец наш Небес, на свете дары посылаемые тобой словом истинной молитвы. Мы молим тебя, Господи, о нищих, сирых, вдовах, одиноких, и не знаем их нам. Пошли им все потребное для этой жизни и для будущей. Тебе слава за все, отец сын и святой дух. Аминь. Угощайте сюстры всех. А то у нас за 100 лет он будет садить, уже разбежать. Мама, чай, подавай.